Живописцы Ваши кисти в голубое По традиции забытой городской Нарисуйте и прилежно, и с любовью Как с любовью мы проходим по Тверской Нарисуйте и прилежно, и с любовью Как с любовью мы проходим по Тверской Мостовая пусть качнется, как очнется Пусть начнется, что еще не началось Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется Что гадать нам удалось, не удалось Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется Что гадать нам удалось, не удалось Вы как судьи нарисуйте наши судьбы Наше лето, нашу зиму и весну Ничего, что мы чужие, вы рисуйте Я потом, что непонятно, объясню Ничего, что мы чужие, вы рисуйте Я потом, что непонятно, объясню Москва, 50-е годы Кажется, что это было только вчера Хотя, что я? Почти 30 лет назад Но стоит только прикрыть глаза, и я отчетливо вижу Этот веселый малый, мчащийся на мотоцикле со своим другом Савранским, я Я, как видите, молод, очень молод Я приехал в Москву из родного города и учился в университете Я увидел Москву и сразу влюбился в нее Она меня яростно обвивала То бульварным кольцом, то садовым кольцом Она меня тянула сквозь улицы и заворачивала в переулки Пока окончательно оглушенного не опускал в переулки Коминальные отчатки Моя тетушка Алиса Витальевна Благородная, великодушная, изысканная, как мудригал, без корыцей приютива племянника Алло? Алло? Ах, вам Костика? А племянник, ваш покорный слуга, еще спит Он вернулся домой только на рассвете Уговорите оставить номер Лев Евгеньевич Черт Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Лев Евгеньевич, дорогой, вы опять похитили карандаш Раз, два, три, четыре, двадцать один, двадцать два, двадцать три, четыре, двадцать пять, шесть, семь, восемь Раз, два, три, четыре, тридцать пять, шесть, семь, восемь За кто это, дорогая? Да 48, 49, 50, 51, 52, 53 Коля, на! Маргарита Павловна Хоботова, женщина весомых достоинств, в ту пору, о которой я вспоминаю, начиналась иная глава ее жизни Она готовилась к новому браку с Саввой Игнатьевичем Ефимовым Данки Шоу, Маргарита Павловна Но бывший супруг, Лев Евгеньевич Хоботов, отставленный, но не вполне отпущенный Ежедневно садился с ними за стол Удивительный тройственный союз, возбуждавший мой живой интерес Нефигеть, ты же плохо ешь Спасибо, не хочется Что значит не хочется, Лева? С утра заправляйся Мозгелья тоже этого требует Наконец мой последний сосед Артист Аркадий Велюров Исполнительных куплетов и филейтонов АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смениться нужно только на мысль Всем рассказать немедленно надо Кто ты, зачем и почему За гуманизм и дело мира Бесстрашно борется с сатира Пусть на дворе осенний день Сатира разгоняет тень АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вся не веку страшном смятенье Эйзенхауэр болит войну Но в публичных своих выступлениях Говорит, что за миром стянует Пой, ласточка, пой Мир дышит весной Пусть поджигатель Жипит и водит Волу летит АПЛОДИСМЕНТЫ Вам понравилось? Благодарю вас, многочисленные друзья москвичи И вас и гости в столице Что пришли сегодня на встречу с искусством На улице идет дождь А у нас идет концерт Все течет Все идет Осень, друзья мои Прекрасная, московская осень Но парометр У всех советских людей Показывает ясно И говорит по радио Товарищи, у вас тут Могут ясно, а может нет Но хочется верить, друзья мои Что когда-нибудь объявит параллельный металл Везде погода ясно Рассеялся в море Радостно видеть новых зрителей Пришедших на встречу с прекрасными Невзирая на климатические условия И для них я вспомню еще одно произведение Моего друга Не побоюсь этого слова Популярнейшего поэта Сойла Прошу приветствовать Был на конкурсе я джаза Обалдел от джаза сразу Вуки-вуки, самба-мамба Чувствую, приходит амба Вода АПЛОДИСМЕНТЫ Тунияд захоронили Плакали подруги А два джаза на могиле Дуни-вуки-вуки Оу, есть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я надеюсь вы меня помните Аркадий Велюб Куплетный сативный политический филитон Не понял Хоботов, что это? Прости, я воспользовался твоим грозильщим фером. Ты что, куда-то собрался? Ты не забудь сегодня вечером притронить. Пусть их теперь принимает Савва. Хоботов, это мелко. Пусть. Короче, прошу не опаздывать. Я не могу дать тебе гарантии. От тебя один дискомфорт. Савва. Оттуплились, зная наше. Что ж такое? Это хаяш, укрепляет. Здравый Катич. В магазин расходил друг любезный. Не забудь, Орловича бегут. Финф минут, Маргарита Павловна. Вот, дружок пришел навестись. Здрасте. Значит, женатик-то теперь окончательный. Вообще, да. Скоро раскишемся. Ну и как же у вас это все свадилось? Да, уж сразу. Кладу я как на духу. А что, как на духу? Летом с соседями по даче были. Комната с Амолом Савеловской. И они тут. Все и началось. И как это у вас все развивалось? Ступенчато? Вот видишь, какое дело. Сам Лев Евгеньевич, бывший ее, Вот спросил Костика. Выдающийся феномен. Подкован, надо сказать, исключительно. На всех языках. Как птица поет. Но по той же причине нет равновесия в голове. В городе он так всяк. Окинули его на природу. Тут он, понимаешь, потек. За комнату вдвое приплатил. Паспорта нельзя сдать на прописку. Год как просрочено. Хочет побриться, бритве капут. Забыл переключить напряжение. По той же причине утюг сгорает. Вся дача во мраке, жена в слезах. А тут и ты вернешься своевременно. И в мыслях не имел. Просто невозможно же смотреть. Женщина сказочного ума. Занимается Южной Америкой. Характер такой, что фронтом командой. А выбивается из сил. Ну и хожу за ним, как за детем. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. Ха, ну и Волок же ты. Сверхъестественный. Да, Савва, семью ты разбил. Крепкую советскую семью. В прах разметал домашний очаг. Костик. Одни руины. И ты туда же. Да говорю тебе все она. Вот уехал Лев Евгеньевич в город. Сказал, что к обеду вернется. И нет его. И к обеду, и к завтраку. Потом объяснил, что попал в ситуацию. Но только тут она и завелась. Я, конечно, ее успокаиваю. А тут она и говорит. Оставайтесь, Савва Игнатьевич. И ты? Я, конечно, по стойке смирно. Так с тех пор и живем. Правда, к весне должны разъехаться. Квартиру им строят. Туда и съедем. Он, значит, строил. А ты жить будешь. Я-то тут при чем? Они же решили. Мое же дело солдатство. Рыба. Давай, Савва Игнатьевич. Магазин. Алису Торнун. В сей момент Маргарита Павловна. Значит, тебя вспоминают по-доброму. Граю это был, но ничего не скажешь. Раньше сам делал. Теперь других почему. Говорит, лучше пусть будет педагог. Завиднее выглядит. Я виднее. Но Граю это был экстракласс. Боюсь, теряю квалификацию. Что человек без ремесла. Вот гляди, как Лев Евгеньевич мается. Благодарю вас. О, благодарю. Мне было так хорошо. Я рада. Как вы это делали? Вы так это делали? В самом деле? Вы... Вы... Вы прекрасны, Калория. Ну что вы? Знаете, я ничего не почувствовала. Жаль. Вы меня не так поняли. Я не почувствовала там, куда шприц входил. А вообще-то я очень почувствовала. Но это был последний урок. Не говорите так. О, не говорите так. Я привык приходить сюда. Я привык к вам. Привык к вашим рукам. К вашим чертам. К их выражению. У меня нет ничего особенного. Вы ошибаетесь. Как вы ошибаетесь. А помните... А вспомните, как я пришел к вам в первый раз. Вы забыли направление. И любая другая прогнала бы меня прочь. А вы... Позвольте поцеловать вам руку. Что вы? Один раз. На прощание. Привык. Закройте дверь. Скоро. Закройте дверь и ждите. Я вас задерживаю. Ну что вы. Нет, нет. Вот уж и осень. Скоро дожди пойдут. Ветер завоет. Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле. Благодарю вас. О, благодарю. А что, ваша жена за вами не смотрит? Жена? Видите ли, она... Она занятой человек. У нее напряженная духовная жизнь. Да. Кроме того, мы расстались. Она уехала? Нет, она не то, чтобы уехала, а просто ушла. Боже мой. Да. Полюбила другого. Надо же. Наверное, так нужно. Так надо. Что нам на прощание даны Осенний огонь листопада И льдистый покров тишины. Стихи вы написали? Нет, другой. Он уже умер. От чахотки. Какой ужас. Я бы хотела увидеть вас вновь. Я не знаю, где мы можем с вами встретиться. Да мало ли где. Вон там, на углу лаборатории. Там сдают на анализ. Если вы разрешите, я буду ждать вас там. Долго еще? Вы популярны. Это не я популярна. А витаминизация. Так много нервных больных. Совсем не как у кого-то. Ну так, как же. Хорошо, после работы. Благодарю вас. Благодарю. Ну? Раздевайтесь. Как ты выходишь на истраду? Остик тебя в телефоне. Кто сказать? Скажи, пусть перезвонят попозже. Спасибо. Всем рассказать. Мне нужно надо. Кто ты? Зачем? И почему? Остик несколько занят сейчас. Он принимает душ. Собоговорить им оставить номер. Одну секундочку, я возьму карандаш. Диктуйте. Можно не шуметь, когда я работаю с автором? Простите ради бога, я не хотела. Диктуйте. Собой, голубчик. Что это значит? А это с собой из нас еще работает. Извините, это я не вам. Он полагает, что здесь мастерская. Собой, голубчик. Ну поднадушьтесь. Вы же талантливый человек. Уж я не знаю, что вы от меня хотите. Поверьте, вы слишком замахнулись. Это мне свойственно. Я не спорю, но вспомните собственные удачи. Большая проблема, темперамент, но одновременно экономить средств. Не знаю, не знаю. Мне нужно посоветоваться с женой. Мой поклон, Ольге Яновне. Жду вас во вторник. Что не напишет, все бесподобно. А все супруга. Вот уж действительно злой гений. Да, поняла. Я передам. Алиса Витальевна, вы в вашем костике растворились. Приняли на себя обязанности персонального секретаря. Поощряйте этот дамский ажиотаж. Аркадий Варламыч, ведь все так просто. Мальчик приехал в Москву. Соблазны, да. И совершенно естественно, что находятся женщины, которые рвутся его опекать. Пой, ласточка, бой, мир дышит весной. Нет, он сомнителен. Он сомнителен. Я бы ему не доверял. Пусть поджигатель шедлит и велюров. Мы с тетей чистые люди. Вам просто нелегко нас понять. Телефон не знакомки. Чей же это? Уши не вспомню. Хорош. Голова не тем занята. Учусь в историческом. Кроме того, подрабатываю. Веду кружок художественной атлетики. Создаю людям новые торсы. Торгуете телом? Ты поешь перед ухолом? Я бы родная не возражал. Звякнуйте ей, что ли, на старости лет. А, пусть живет безмятежно. Тортьюф! Белюров Аркадий Варламыч есть? Ну, как-нибудь. А вы что, его сын? Нет, радость моя, я его отчим. Ага, сейчас, так я тебе и поверила. Ну, у каждого, знаете ли, свой крест. Аркадий Варламыч, к вам пришли. Ой, господи. Боже мой, какой подарок. Здрасте. Одну секунду, я приведу тебя в порядок. Мне пока позвание можно? Вы еще спрашиваете, Света. Здравствуйте, Света. Так вот вы какая. Знаете, пасына к вами просто бредит. Такой он тебе пасына. Нашел себе дужку с переулочкой. Меня зовут Константин. На здоровье. С переулки античного постоянной. Поздравляю вашу жену. Я одинок, как Робинтон. Тем хуже для вас. Ну, так не всем везет. Да ладно, мы с ним знакомы-то. Всего три дня. И как же произошло знакомство? На соревнования по плаванию. Боже мой, что, Велюров соревновался? Да он смотрел. Я вот второй пришла. Общество Трудовые резервы? Да, как догадался. А так, интуиция. Так он вас, наверное, русалкой зовет. Представляешь, сегодня даже телеграмму прислал. Схожу ума. Здорово. Нет-нет, я одобряю ваш выбор. Такой, знаете ли, масштабный человек. Ой. Светочка, прошу вас. Пройдемте-ка. Я не могу, меня же Ира ждет. Вы билеты достали? Ой, я совсем голову потерял. Дай еще раз, слегка. Зачем? Я отец не разобрал. Зачем тебе? Нужно, значит. Когда дома бываешь? После семьи. В чем дело-то? Обещаю позднее. Нет, ни в чем вам благодати. Счастье у вас разлаб. И прекрасный вы, и кстати, и умный вы, и в попад. Завтра в семь. Спасибо. Вы меня подождете после концерта? Подожду. Если ран кончится, подожду. На ядом ядом. О чем мы с ней говорили? Ну, надо же было чем-то занять девушку, пока вы носили грибрюки. Имейте в виду, у вас со Светланой не может быть ничего общего. Ну, почем вы знаете. Извините. Да, вас. Я слушаю. Кто вы? Илья? Не, я не ждал. Да-да, я в курсе. А вот оно что. Это красиво. Я ходил в Моссэстраду, как в дом родной, а теперь я туда иду, как на Голгофу? Нет, а кто не пьет? Назови. Достаточно, вы плюнули мне в душу. Негодяи. Правда, они за вас борются. Оставьте, я их знаю. Вы должны победить эту страсть. Скажите, помните, что-то у нас как-то сыро. Не хлопнули нам бумажки. Заметьте, не я это предложил. Идем, учат. Идем, учат. Вот этот зонтик. Большой оригинал. Вот так, дитя. Между тем, мне уже 43 года. И направление, где на бассейн. Все это выглядит так нелепо. Знаете, мне было безмерно страшно, что вы не придете. Так одинокий. Как вам сказать? Вспоминания горькие. Вы вновь рываетесь. Мы опустим. Вы зачем? Нет, это Камоец. Португальский поэт. Он уже умный. Он уже умный. В 16 веке. В 16 веке. Представьте себе на редкость грустная биография. Сражался. Страдал. Потерял глаз. Впоследствии умер нищий. Камера. Это красная биография. В 10 веке. Продолжение следует... 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 Повторяй, если ты встретишь женщину, которая внушит недоверие, и которой я смогу с спокойной совестью поручить тебя, буду счастлива. Ну, пойдем, поднимайся, неудобно передормозащим. Незачем им думать, что в нашей семье происходят эти мещанские волоквизмы. О, Лёва пришел! Штихель, штихель, рознь. Одно дело шпиль-штихель, а другое боль-штихель. Не могу не согласиться, но в нем есть какая-то начиночка. При рельефных работах употребляется только боль-штихель. И это фанатик своего... Ах, танк! А еще, на спортивных кубках гравировал имена чемпионов. Гравировать имена победителей – работа, требующая самоотречения. Хоботов – это упадничество. Это жизнь. Один завоевывает кубки, другой гравирует на них его имя. Не знаю, Лёва, как там это самоотречение, но тонкости этой работы не требуют. Она выполняется шпиль-штихелем. Вот здоровый взгляд на предмет. Вот именно, мастера не мудрствуют. А могильщики в Гамлете? Ремесленники! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ГРОХОРХИ ГРОХИ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГРОХИ ГРОХИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного тактиля, занимающего второе место. Античная метрика требовала в фолеховом генда-касселабе большой постоянной цесуры после Арсиса Третьей Стопы. Этот стих вполне приемлем и в русском языке. Прошу вас, Нина Андреевна. Благодарю вас. Как корабль готовый менять оснастку, то вздымать паруса, то полыть на веслах. Ты двойной предаваться желаешь страсти, отрок ищешь любви. Отрок ищешь любви горя желанием. Но любви не найдя, в слезах жестоких ласк награду чужих приемлешь. Дева. Бьется легкий вечерний снежок, голубые мерцают огни. Звенит под ногами каток, словно в давние школьные дни. Вот ты мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет. Догони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Погони, догони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Девчонки, 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 я вам сейчас помогу. Девчонки, это я во всем виноват. Это я, это я во всем виновата. Во всем виновата моя неукрюжность. Нет, нет, вы уже хорошо держитесь. Что, так сильно ударились? Ага, не вспомнился Бертран Дюфуа. Кто это такой? А, Лангедокский Труве. Что с ним случилось? Упал и умер. Какой кошмар. Лев Евгеньевич, вам нужно немедленно сделать противослоплячную силу. Пустой. Вы такой образованный человек. А не знаете элементарных вещей? Ах, Костик. Боже, что это с ним? Здрасте. Легкие уши. Господи, пожалуйста, на повороте. Несмотря на распространенный случай. Так свидетельствует история. Девушки, ну-ка сделайте квару кругов, а я пока посижу с Ольгоном. Костик, а вы его не оставите? Людочка, ну о чем вы говорите? И кой черт вас занес на эти галеры? А что мне делать? Маргазита Павловна ее не одобрила. Вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь. Хожу в кино на последний сеанс. Три раза был в оперете. Теперь вот на катке. Один раз сводил ее на лекцию, она пошла по доброте своей. Добрая, говорите? Безмерно. Высприимчивая. Я ей рассказывала о судьбе Франсуа Виона, Людочка почти рыдала. Его, если не ошибаюсь, или зарезали, или повесили. Погиб при невыясниках обстоятельствах. Точно не установил. Ох, смотрите, Лев Евгеньевич, запугаете девушку. Костик, как по-вашему, мне смешно рассчитывать на взаимодействие. Вам, черт возьми, кому же еще? Весит с достоинств. Жизнь прекрасна, Лев Евгеньевич. Костик, что мне делать? Я полюбил. Будьте творцом своей биографии, хозяином собственной судьбы. Она! Кто, Магарита Павловна? Да нет же, она! Сейчас, Лев Евгеньевич, я вернусь, посидеть немножко. Лев Евгеньевич, бедненький, вас бросили. Я вас ждал. Может, пойдем домой, я вас провожу. Нет, нет, ни за что. Здесь хорошо, да? Здесь хорошо, да, эти огоньки, это кружение, и вы в этом свитере, и этот мотив. Мне так понравилась ваша полечка. Вот, едва тебя отошел. Почему ты искал? Так, Элина, здрасте. Добрый вечер. Соседский мальчишка, возьми да скажи. Я, говорит, Лев Евгеньевич, я видел, катаюсь на чистку пруда. Ему-то что за дело, я порожу. Ребенок, киндер, что с ним взять? Маргарита Павловна в слезы. Возьми, говорит, приведи Лев Евгеньевича хоть сила, он все лоб поджимет. Вот что, Сава, стопи домой. Лев Евгеньевич, не лезь в бутылку. Сава, Лев Евгеньевич, а вот продолжу. Или ты сейчас же идешь? И между нами все кончено. Вот ты какой. Ну, брат, не знал. Людочка, сделаем круто. Ой, Сава, и вы здесь. Ой, добрый вечер. А где Лев Евгеньевич? Катается. Ни студа, ни совесть. Женщина дома совсем развелась, а он катается. Что они из него хотят? Боятся за крайнюю кубку жить. Человек вступил на скользкий путь. Ну, а то и на лед, чтобы скользить. Вы правы, поняли меня с полного слова. А мне Велюров опять телеграмм прислал. Плохо дело. Он разорится. А ты не шути. Какие шутки? Между прочим, как человек, он очень хороший. Очень хороший и очень грозный. Все поджигатели войны пред ним трепещут. А ты? Я нет. Я человек добрый и воли. Твое счастье, а то вон он идет. Как и этот. Исма ипазантин. Ладно, я поеду. Чего человека зря расстраивать? Физкульт-привет. Бог наградит вас за доброту. Созвонимся. Ну, а вы что, вроде как непрекаянные? Хочется побыть среди людей. Смутно и тягостно. Нужно развеяться. Что же вас битьет? Вам не понять. Может быть, у вас творческий преподист? Может быть. Зато я и художник. Нельзя, нельзя всю жизнь играть одну и ту же роль. Артисты обязаны искать и время от времени переодеваться. Ваш смотник нам будет-таки надоел. Я мастер художественного слова. Ну, мастер художественного слова – это писатель. Я чтец, я солист. Мой жанр – это бледный фельдетон. Нельзя, нельзя всю жизнь полагаться на соевого супругу. Артисты обязаны переодеваться. Какая безмерная однобусность. Ну, как хотите. Велюров. Что с вами, Макок? Вы видите? Что? Кого? Ее? Кого ей? Такая девушка? КОНЕЦ КОНЕЦ Исчезла. Ведение. Дымок. Мираж. Дымок. Мираж. Очень сильный. Прибався надежды ее найти. Людочка, это я. Прекрасные новости. Простите. Людочка, прекрасные новости. Завтра они регистрируются. В час дня. Да. В это самое время мы с вами будем смотреть фрески Новодевичьего монастыря. Нет, почему? Я нормально дышу. Никакой астмы. Я совершенно здоров. Я счастлив. Я люблю вас, Людочка. Я целую. Целую вас. И что с тобой? Почему-то в шопе. Безумная стужа. Я продрог. Я продрог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова